Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Может ли христианин драться? Не то что может, должен христианин драться И биться, и победоносно сражаться за свободу своей Родины Защиту веры своей, защищая обездоленных, обижаемых Теми, кто поступает беззаконно и нечестиво Церковь благословляет оружие, оружие защиты, оружие обороны Церковь благословляет воинский труд Как доблестный, как жертвенный, как неизбежный Мы живем в человеческом мире И сам Христос, никогда ни на кого Ни руку не поднимавший, ни крик, ни гнев не возвышавший Запрещающий ненависть даже к врагу своему Тем не менее, изрекает неизбежный закон, действующий на земле Кто меч возьмет, от меча и погибнет Наш благоверный великий князь Александр Невский Эти слова Господни интерпретировал Вопреки тем завоевателям, многочисленным Которые посягали на Русь православную Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет И в этом нет никакого недоразумения Ибо мы не пацифисты, не противленники Злу насилием, не толстовцы, а воины Христа Бога нашего И воинское служение не называл препятствием для будущего спасения Иоанн Креститель, когда к нему приходили воины И спрашивали, что нам делать Он не сказал им складывать оружие свои Но сказал, храните мир в себе Будьте довольны вашими оброками И ничего больше повеленного вам не совершайте Не будьте мародерами Не будьте жестоки к своим врагам Или при исполнении воинского долга своего Не ожесточайтесь Оставайтесь людьми Оставайтесь жалостливыми к ближним своим И не ищите в земных приобретениях только для себя благо Ибо подлинное приобретение Это грядущие за мною Агнес Божий Говорил Иоанн Креститель Который берет на себя грехи всего мира Таким образом Нет препятствий для человека И физически вступаться там Где его сила необходима Христианин призван исполняться и духовных сил Которые помогают в исполнении своего воинского долга Нужно ли вам напоминать пример Монахов доблестных Пересвета и Осляби Которые, выйдя против Челубея Оказались победителями в неравной схватке Ради той силы духа, которая сопровождала их в воинском ратном подвиге И их молитвенная жизнь, их монашеское достоинство Вовсе не помешало преподобному Сергию Радонежскому Благословить их на победу Как и некогда Дмитрий, великомученик Солунский Еще будучи жив Своего ученика, духовного христианина Нестора Благословил на победу Над прежде непобедимым язычником Погубившим многих христиан Так что быть хеликом, разрядником для христианина Совсем небольшая доблесть Есть разные призвания Кто-то пишет книги Кто-то кадила подает Кто-то этим кадилом помывает Совершая каждение в храме И совершая богослужения Не для них ратный подвиг Для них иное служение Которым они и сами спасаются И помогают спасению ближних Но есть и те наши соотечественники Современники Которые призваны к воинскому долгу К его исполнению Ввязывание в разные конфликтные уличные Дело неблагоразумное Говорили мне какие-то опытные приятели Никогда не ввязывайся в уличную драку Если не существуют угрозы для кого-то беспомощного А речь только о выяснении твоих собственных амбиций С кем бы то ни было Пускай они справедливы к тебе привязавшимся Лучше убегай, говорят Потому что эти люди века сего Чуждые всякого раскаяния И богопочитания День и ночь, не жалея сил своих Отрабатывают наиболее подлые И болезненные удары Тренируются по уничтожению Своих врагов И на это настроенные К тому же бесы Содействующие гневной их душе Так и торопятся на пролитие крови И не будет тебе от этого Никакого блага От того, что ты Задетый чужим хамством Или призванный на выяснение отношений Будешь с упорством быка Взявшегося за противостояние Подобному ему С глазами налитыми кровью Выяснять эти отношения Гораздо лучше поберечь Своё физическое здоровье И душевное По возможности скрывшись Не участвуя в этом столкновении Которое не поставит Никаких точек над «и» И не накажет хулигана Даже если ты сможешь Огреть его Какой-нибудь под руки Попавшейся Очень своевременно ржавой трубой И от этого у тебя не будет На душе весело Тебе не нужна эта победа В этой случайной Никчёмной драке Которую провоцируют Сами духи тьмы Будучи клеветниками И человекоубийцами из кони По определению Господа и по дьяволу Есть человекоубийца И всякий стремящийся раздуть драку Несомненно подвержен действиям духа гнева И немало Очень горько и тяжко жалели люди О том, что вступили они В физическое противостояние Драку Где какую-то уличную Когда можно было бы её избежать Либо кротким словом Либо уходом В крайнем случае и побегом От тех, кто в безумии своём Ищут кровавых приключений И доставления печали Когда ты убежишь от такого обидчика Ты не дашь повода дьяволу Порадоваться о пролитой твоей крови Этим безрассудным и ожесточённым безумцем Ты избавишь самого себя Даже если ты в силах От тех ударов и досаждений Которые, может быть, и сможешь причинить обидчику Но тебе потом в них каяться Тебе же о них жалеть Потому будем блаженными Ибо Господь называет блаженными миротворцев И называет их сыновьями своими Сынови Божьи нарекутся Те, кто старается, избежав конфликтов Миром решить, умиротворением Всякие возбуждаемые дьяволом страсти Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok